Привет, друзья! Сегодня у меня будет небольшой обзор довольно редкого прибора рентгенметра DP4. Вообще говоря, я не собирался снимать это видео, поскольку в ютубе есть уже два хороших обзора. Но потом всё-таки передумал, пусть их будет три. Этот прибор я купил совершенно неожиданно для себя. Просто случайно наткнулся на него по смешной цене, ну и конечно же не прошёл мимо. Правда, мой DP4 продавался без футляра, также у него не было крышки батарейного отсека и винтов. Но учитывая низкую цену и высокую редкость прибора, я очень рад своему приобретению. DP4 это рентгенметр, то есть прибор для измерения мощности дозы гамма-излучения в полевых условиях. Диапазон измерения составляет от 0,1 рентгена в час до 200 рентген в час. У прибора есть два рабочих поддиапазона. Первый от 5 до 200 рентген в час и второй от 0,1 рентгена в час до 5 рентген в час. Корпус DP4 выполнен из стекловолокнита, как и большинство дозиметрических приборов тех лет. У DP4 очень интересный форм-фактор. Все остальные дозиметрические приборы имели органы управления, расположенные на верхней панели. А вот у DP4 всё очень необычно. На лицевой панели расположено окно для наблюдения шкалы прибора. А на правой боковине расположен переключатель режимов работы, кнопка подсветки шкалы и регулятор настройки режима питания. Здесь же указано название модели прибора, год производства и серийный номер. С левой стороны расположена крышка батарейного отсека. Габариты корпуса 175 на 128 на 50 мм. Масса прибора без футляра 900 грамм, с футляром 1200 грамм. На корпусе есть метки, которые указывают на центры счётчиков. А также имеется резьбовая втулка для крепления прибора в футляре. К сожалению, мне не достался футляр, поэтому могу показать только его фотографии. Он был выполнен в основном из кожзаменителя, хотя некоторые части были из натуральной кожи. Футляр имел ремень для переноски, на котором был закреплён ключ-отвёртка для вскрытия крышки батарейного отсека. Больше на корпусе DP4 ничего нет. В частности, нет каких-либо окон для пропускания бета-потока. Функции обнаружения бета-загрязнения этот прибор не обладает. Корпус рентген-метр герметичный, это обеспечивается резиновыми прокладками и уплотнителями. Части прибора соединены между собой с помощью четырёх винтов. Как видим, шкала DP4 разделена на два поддиапазона. Верхний отградирован от 0 до 200 рентген в час. На интервале от 0 до 50 рентген в час цена деления составляет 5 рентген в час. На интервале от 50 до 100 рентген в час цена деления 10 рентген в час. И на интервале от 100 до 200 рентген в час цена деления 20 рентген в час. Соответственно, по верхней шкале можно определять мощность излучения от 5 до 200 рентген в час. Нижний поддиапазон отградирован от 0 до 5 рентген в час. На интервале от 0 до 1 рентгена в час цена деления 0,1 рентгена в час. Далее на промежутке от 1 до 2 рентгена в час цена деления 0,2 рентгена в час. А затем цена деления 0,5 рентгена в час. По нижней шкале можно определять мощность излучения от 0,1 рентгена в час до 0,5 рентгена в час. Но надо заметить, что погрешность прибора в нормальных условиях по температуре и влажности составляет до 40%, а в предельно допустимых до 50%. То есть, DP4 годится только для очень грубой оценки уровня радиации. DP4 питается от одной батарейки. Это 1,5-вольтовый элемент 373 Saturn. Сейчас это батарейки D или R20. Чтобы установить элемент питания, нужно открутить крышку батарейного отсека и вставить батарейку плюсом вперёд. Тут надо заметить, что батарейный отсек герметически отделён от основного отсека, потому что элементы питания тех лет постоянно текли, и электролит мог легко привести прибор в негодность. Правда, вытекший электролит портил резьбовое соединение, из-за чего многие DP4 дошли до наших лет с абсолютно заклинившими крышками. К счастью, в моём приборе никаких потёков не обнаружено, хотя надо сказать, что и крышки у меня не было. Я нарисовал модель крышки и отдал чертёж токарю. Мне очень недорого сделали новую крышку из алюминия. Я её покрасил, сделал прокладку, поставил внутрь пружину и всё работает. Хотя оригинальная пружина выглядит совсем по-другому. Итак, батарейка установлена, можно включать прибор. Но прежде чем это делать, полагается перевести регулятор режима в крайнее левое положение. После этого переводим переключатель в положение режима. Мы слышим характерный писк блокинг-генератора. Он говорит нам, что рентгенметр включу. Нужно подождать какое-то время, пока раскачаются конденсаторы. После этого регулятором режима необходимо остановить стрелку в чёрный сектор на шкале. Если стрелка не доходит до режимного сектора, значит батарею нужно заменить. Для проверки необходимо также нажать кнопку подсветки. При этом стрелка не должна выходить за пределы сектора. После настройки питания нужно перевести переключатель в положение 5 рентген в час. При этом стрелка на нижней шкале должна установиться на отметку 0. Это говорит о том, что прибор исправен и готов к работе. Не обязательно стрелка должна показывать ровно 0. Допустимое небольшое отклонение. Конечно, здесь нужно оговориться, что такая проверка имеет смысл только при отсутствии радиационного излучения. Потому что функции проверки 0 в условиях радиации здесь нет. Затем нужно переключатель в положение 200 рентген в час и произвести отсчёт по верхней шкале. Если прибор показывает меньше 5 рентген в час, то нужно переключиться на поддиапазон 5 рентген в час и считать показания по нижней шкале. Для работы в темноте DP4 оснащён лампочкой подсветки. Она горит довольно тускло и шкалу освещает слабо. Точнее говоря, шкалу-то освещает неплохо, но вот стрелка на ней едва различима. Давайте теперь я открою корпус рентген-метра и мы посмотрим, как он устроен. Вся схема собрана навесным монтажом на текстолитовой плате. Плата вставляется в корпус по направляющим. Итак, на верхней части мы сразу видим микроамперметр. Модель М4282. Он выпущен в 1964 году и рассчитан на ток 20 микроампер. Он здесь бескорпусной, поэтому нужно быть очень аккуратным, чтобы ничего не повредить. Над микроамперметром расположена 1-вольтовая лампочка подсветки. Слева находится высоковольтный селеновый выпрямитель АВС-1510, соответственно, на 510 вольт. В виниловых трубках прячутся резисторы. Сверху расположены переменные сопротивления, необходимые для калибровки поддиапазонов. Также в верхней части виден галетный переключатель. Он состоит всего из двух галет. Под номером 10 скрывается конденсатор, а под номером 1 шляпка германиевого транзистора P16B. Внизу установлен потенциометр для регулировки питания. Его номинал 2,5 кОм. На обратной стороне платы мы видим трансформатор блокинг-генератора, нижнюю часть измерительной головки, хорошо известный стабилитрон SG301S, необходимый для питания счетчиков Гейгера, а также сами счетчики. Их здесь два. C24G и C25G. Для работы счетчиков необходимо напряжение около 400 вольт, поэтому здесь используется преобразователь напряжения на основе блокинг-генератора. С его помощью напряжение в 1,5 вольта повышается до требуемой величины. К счастью, в DP4 не используются имеющие дурную репутацию конденсатора МБМ, поэтому даже сегодня перепаивать здесь ничего не нужно. Но слабым местом являются газоразрядные счетчики C24G и C25G. Дело в том, что они выпускались в довольно ограниченном количестве, потому что мало где использовались. Например, C24G вообще кроме DP4 нигде не замечен. Давайте осмотрим эти счетчики. Счетчик C25G очень компактный. Он имеет длину всего 52 мм и диаметр около 8 мм. Он работает в токовом режиме на поддиапазоне до 200 рентген в час и способен регистрировать жесткое гамма-излучение. Второй счетчик C24G немного длиннее, 84 мм, диаметром 8 мм. Работает также в токовом режиме и регистрирует жесткую гамму до 5 рентген в час. К сожалению, в моем приборе счетчик C24G оказался неисправным. И при включении прибора в поддиапазоне 5 рентген в час стрелка уходила за шкал. В продаже таких счетчиков нет, поэтому я решил заменить его на более доступный C39G. Он точно такой же по характеристикам. Совпадает не только максимальная мощность с дозой, но и все рабочие напряжения. Конечно, C39G тоже довольно редкий, но по крайней мере мне удалось его купить. Правда, он на 5 мм длиннее, но это не проблема. Конструктивно держатели счетчиков рассчитаны на допуски по длине счетчиков. Их можно отрегулировать. Для этого нужно просто открутить винтики, установить держатели в нужное положение и зафиксировать. И, как видите, C39G замечательно вписался вместо C24G. Обратите внимание на эмблему на корпусе счетчика в виде буквы М в кружочке. Ее мы уже видели на советских электролампах, например, на 1E1P. Это эмблема московского электролампового завода MELS. MELS находится в Москве, на улице Электрозаводская. А его история весьма интересна и начинается в 1888 году с завода «Проводник», который был основан в Риге и занимался выпуском резиновых изделий. Из-за Первой мировой войны завод «Проводник» решено было вывести в безопасное место. И вот так в Москве в 1915 году началось строительство нового здания под руководством архитектора Георгия Явланова. Его предполагалось возвести в готическом стиле. И здание должно было напоминать средневековый замок с высокими башнями. Но это получилось сделать лишь отчасти, так как помешала революция. И лишь в советские годы строительство было продолжено. Однако от готического стиля решили отказаться. Именно здесь научились изготавливать вольфрамовые спирали для ламп накаливания. Именно здесь был разработан сверхтвердый сплав «Победит». И здесь был получен металлический тантал. Лампы для звезд кремлевских башен также изготовлены в МЭЛС. Интересный факт. В 1940 году завод экспортировал в Великобританию 5 миллионов электроламп. В военные годы МЭЛС выпускал боеприпасы для «Катюш» и занимался ремонтом танков Т-34. В 1948 году на заводе выпущен первый телевизионный кинескоп. Он был черно-белым. А уже через 10 лет появился первый цветной кинескоп. На заводе также производили трансформаторы для канала «Москва-Волга», «Московского метро», «Телебашня Останкина» и другие. В дальнейшем здесь выпускались различные лампы и аппаратура. Кстати, всем известные ФЭО, фотоэлектронные умножители, также производились на заводе МЭЛС. На сегодня всё производство перенесено в город Зеленоград, а помещения московского электролампового завода сдаются в аренду. Вот такая интересная история скрывается за этим небольшим логотипом, на который многие даже не обращали внимания. Давайте теперь вернёмся к прибору. Под счётчиками на плате расположен хорошо знакомый нам контрольный источник B8 на основе стронция 90. Он здесь необходим для контроля работоспособности прибора. В режиме 5 рентген в час излучение источника отклоняет стрелку до нулевой отметки на нижней шкале. Источник здесь довольно злой. Если измерить его условную активность современным прибором, то увидим вот такие цифры. С помощью винта можно ослабить крепление и отрегулировать положение источника относительно счётчика таким образом, чтобы при включении стрелка прибора устанавливалась на ноль по нижней шкале. Активность контрольного источника за время с момента производства упала уже в 4 раза. Поэтому приходится выдвигать его на максимальную величину. Но вы можете представить, какая активность была в 1964 году, если сегодня он показывает около 90 миллиарентген в час. Кстати, излучение от B8 проходит даже сквозь стенку корпуса. И на поверхности прибора можно очень хорошо видеть активность. Но давайте произведём реальное испытание DP4 с помощью более мощного источника излучения. Поскольку счётчики здесь очень малочувствительные, то я буду подносить источник вплотную. И вот что мы видим. Около 4 рентген в час условно. Такие же цифры я получал при измерении этого препарата дозиметром DP5V. То есть, DP4 показывает вполне адекватные цифры. Учитывая даже то, что я установил в него другую модель счётчика. На поддиапазоне 200 источник вызывает лишь очень малозаметные колебания стрелки. Возможно, у вас возникнет вопрос. Как же так? Ведь эти счётчики предназначены для регистрации гамма-излучения. Почему они тогда реагируют на бета-поток? Дело в том, что счётчик ионизируется под действием любого излучения, которое способно проникнуть внутрь его камеры. И бета-поток, безусловно, без проблем проходит сквозь тонкое стекло. Но просто счётчик сертифицирован по гамме. Несмотря на то, что бета-излучение он также видит, возможность измерения бета-потока не регламентирована. Напомню, что бета-поток измеряется в количестве распадов за единицу времени на единицу площади. А здесь счётчики работают в токовом режиме. То есть, ведётся не подсчёт импульсов, а измерение величины ионизационного тока. В принципе, в DP4 можно установить и другой подходящий счётчик с аналогичными параметрами по питанию. У меня вот, например, есть ещё счётчик C37G, который рассчитан на 10 рентген в час. Можно попробовать поставить его вместо C25G. Сюда он больше подходит по габаритам. И вот мы уже видим весьма заметное отклонение стрелки на поддиапазоне 200. Но поскольку градуировки нет, то и практического смысла такая замена не имеет. Рентгенметры DP4 не были массовыми продуктами в годы своего производства. Ни в одной книге с тех лет я не нашёл упоминания о DP4. Скорее всего, они просто появились в неудачный момент, когда началось производство гораздо более совершенного радиометра рентгенметра DP5. Конечно, DP4 тоже имел свои преимущества. Он довольно простой по конструкции и им легко пользоваться. Но в те же времена активно пускался и аналогичный по простоте пользования индикатор DP63, который, помимо всего прочего, имел функцию определения наличия бета-заражённости. Видимо, из-за более удачных конкурентов DP4 распространения не получил. На сегодня нюансы DP4 в том, что не только сам он очень редкий, но редкие его электронные компоненты. Например, счётчик C24G в продаже вы не найдёте. И микроамперметр М4282 тоже не продаётся нигде. Поэтому, если эти детали вышли из строя, то заменить их на такие же компоненты невозможно. К счастью, счётчики C25G пока ещё можно найти. До наших времён дошло очень немного рентгенметров DP4. Известно буквально в районе десятка или двух. Сложно оценить, сколько их было произведено, но серийные номера у всех приборов четырёхзначные. И датированы они 1964 годом. На каком заводе они производились, неизвестно. Никаких эмблем на корпусе нет. На сегодня DP4 интересен только коллекционерам. Никакого практического применения, к счастью, нет. Вот такой получился краткий обзор советского рентгенметра DP4. Спасибо за просмотр. До новых встреч.